А существенно не важно, а существенно не важно Позабыв о суете, доктор Волощук СД С вами говорит стихами, и существенно не важно Доктор Волощук СД Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки и рок-поэзии Сегодняшний, шестой по счету выпуск рок-поэзии Это опять сборная солянка размышлений на различные темы Но все равно, все мои стихотворения в любом случае Объединены одной глобальной и бесконечной темой Под названием «Жизнь» Поэтому я буду говорить и о рок-н-ролле И об Архангеле Михаиле И о человеческой памяти И ее особенностей у различных людей И о том, как понять поглубже этот мир И о человеческой нерешительности И о преддверии ада И о правде, и о полуправде И о желании многих людей стать поэтами То есть, говорить буду обо всем О чем я задумывался на прошлой неделе Первое стихотворение будет о том Как же все-таки хорошо идти в ногу со временем Видеть перспективу в своей жизни И стремиться к успеху Но какие-то тревожные нотки все равно Иногда закрадываются в наши бравурные и победные марши И немного отвлекают от праздника жизни Вот об этом и будет стихотворение Называется оно Хорошо со временем быть в ногу Хорошо со временем быть в ногу Понимать, что происходит в жизни Видеть перспективу и дорогу Что ведет к успеху, а не к тризне Что ведет к мечтам и наслаждениям Что ведет к вершинам и почету Что ведет к печеньям и вареньям К бесконечному высокому полету Но оказывается, что путь к успеху Точно совпадает с путем к тризне Эта мысль не вызывает смеха Даже у кого успешный бизнес Даже если стал ты знаменитым Чемпионом или музыкантом Все проходит Досками обитый Отправляешься ты в вечную нирвану К сожалению, никак там не зачтутся Ни овации и не успешный бизнес Там зачтутся только добрые поступки Что успел ты сделать в этой жизни Вот и угадай, в рассудке здравом Чем же заниматься в этой жизни За деньгами гнаться и за славой Или за добро Что лучше перед тризной Как бы совместить то и другое С третьим, то есть с добрыми делами Дело это очень непростое Но оправдывает перед небесами Второе стихотворение будет продолжением первого То есть будет рассуждением о том Куда же мы все-таки попадем Завершив свой жизненный путь В рай или в ад Где нас встретят черти полосатые и волосатые Об этом, наверное, хоть раз в жизни Задумывается даже отъявленный циник И даже убежденный атеист А помогали сочинять мне это стихотворение Знаменитые британские рок-музыканты Крис Ри со своей знаменитой песней Road to hell То есть дорога в ад И группа Genesis со своей не менее знаменитой песней Another day in paradise Или по-русски Еще один день в раю Стихотворение называется Каждый день вечером Каждый день вечером поем Road to hell А по утрам Another day in paradise Всегда покаяться хотим на опохмел А вечером, забыв про все, опять включаем драйв И так всю жизнь Из рая в ад, из ада в рай Когда же кончится вся эта карусель Когда закончится этот шалтай-болтай Неужто только там, где точно будем все Хоть там, надеюсь, нам болтаться не дадут Там, говорят, нас всех конкретно разместят Но большинство прокладывают сами свой маршрут Кто-то всей жизнью прямо в рай, а кто-то в ад Кто не уверен по жизни этой шоу Кто не решился, какой выбрать ему путь Рассортирует там, на месте, святой Петр За них решение он примет как-нибудь Но только тех, кто не решился кем-то стать На этой грешной, но и праведной земле Архангел не пускает в рай И даже в ад их черти не берут Опять они ни там, ни здесь, нигде В преддверии ада остаются навсегда Кто не решился в малодушии своем Ни плюсом стать и даже минусом не стать Кто жизнь потратил, чтобы остаться лишь нулем Очень не хочется мне быть среди таких Поэтому всю жизнь решительно я шел А Петр пусть решит Для рая сочиняю ее стихи Или для ада я играю рок-н-ролл В следующем стихотворении я порассуждаю о человеческой памяти Об ее особенностях у различных людей В том числе и у меня А также поразмышляю о наших учителях Но не о тех школьных или институтских А о тех людях, которые реально учат уму-разму нас Даже не задумываясь об этом И вот когда начинаешь об этом размышлять То выясняется, что нашими учителями являются абсолютно все люди С которыми мы встречаемся в жизненном пути И даже те, с которыми мы никогда не встречались Но которые оказали влияние на нашу судьбу Своими книгами, песнями, открытиями Ну или пасквилями в наш адрес в интернете Вот именно об этом следующее мое стихотворение И называется оно Кто-то забыл обо мне навсегда Кто-то забыл обо мне навсегда Кто-то забыл обо мне ненадолго Может быть и не понадоблюсь я А просто так вспоминать-то, что толк И я такой же, не лучше других Все забываю, долги и обиды Даже прощать мне не нужно своих Ни должников, ни врагов Мы все квиты Ведь каждый встретившийся человек Он для меня настоящий учитель Кто-то учил, как любить и беречь Кто-то учил злиться и ненавидеть Кто-то учил доверяться судьбе Делать свое, говоря, будь что будет Думать о деле, а не о себе Этому учат хорошие люди Кто-то учил верить только в себя Не забывая, конечно, про Бога Учат и те, кто не верит в тебя Может быть больше, чем все педагоги Кто-то учил верить только делам Не выполняя свои обещания В этом спасибо и всем подлецам Что на словах мне желали признания Очень глубокие знания мне О человеческой милой натуре Дали предатели Тех вообще можно считать Профессорой науки Так что со знанием дела скажу Это действительно так Это точно Каждый на нашу влияет судьбу И даже тот, с кем знаком ты заочно На прошлой неделе Несколько комментаторов моего творчества В интернете Злорадно напомнили мне Как в 2014 году У меня несправедливо отняли то Что я честным трудом зарабатывал Многие годы Причем отняли на вполне законных основаниях На основании судебного решения Правда судья Которая приняла это решение Скрывается сейчас От правосудия В светоче свободы и демократии В Соединенных Штатах Америки Так как здесь в России Она объявлена в розыск За соучастие с рейдерами В отъеме объектов недвижимости У добросовестных предпринимателей Но прежде чем отнять у меня Мою собственность Эта шайка Предварительно оболгала меня В интернете Анонимными статьями С анонимных Несуществующих ресурсов И эта мерзость Так и болтается До сих пор в интернете Именно об этом Мне напомнили Доброжелательные комментаторы Наша прекрасная система Не один раз Отнимала у меня все заработанное Начиная с лихих девяностых Но это, к счастью, меня не сломало А только заставило Еще трезвее смотреть на людей И их способность И уж совсем трезво Смотреть на систему правосудия В нашей стране Поэтому стихотворение называется Правда, она как собака цепная Правда, она как собака цепная Вцепится сразу и злобно в того На кого спустит ее обладатель Справиться с правдой Совсем нелегко Справиться с ложью Значительно легче Факты всегда опровергнут ее Хуже, когда недоправдой калечат Чью-то судьбу превращая в хламье Здесь недосказано Там недопето Вроде и было А вроде не так Вроде бы тут Ну а вроде бы где-то Вот от такого отмыться никак Каждый подлец это знает прекрасно Этих учить полуправде смешно Незачем врать Если так безопасно Вроде бы правдой поставить пятно Кто там потом будет вновь разбираться Вынесен кем-то неправый вверх гид То ли украл, то ли обворовали Разницы нет Все, оплеван, забыт Думаю, каждый встречался с подобным Уровень разный, но принцип один Главное, быть самому неспособным На обливание грязью других Так устроены люди Что всех в этой жизни Хоть раз, но незаслуженно обливали грязью Поэтому в продолжении этого стихотворения Я для наглядности Расскажу еще про один случай Который произошел с моим знакомым В 90-е годы Он был молодым и перспективным Заместителем министра А министр был глубоким пенсионером И этот мой знакомый Представлял для него кадровую опасность Надо было его как-то убрать Но как? И вот тогда они придумали очень простую вещь В одной известной московской газетенке Напечатали маленькую статейку Но на первой странице Там у них такой подвальчик был внизу О разных происшествиях И вот в этой статейке было написано Что, мол, вот этот замминистра Берет взятки И все Наверху статейку прочитали Царю доложили И мужика с должности сняли Как он не пытался отмыться Требовал напечатать опровержение И они дико извинялись Говорили, что это какая-то Чуть ли не опечатка И это опровержение напечатали Но уже после того, как его сняли И он даже давал интервью Центральному телевидению Но разбираться никто не стал То ли он украл То ли у него украли Какая разница? Главное, что где-то и в чем-то он замазан Такая вот интересная история Но нет худа без добра Зато этот мой знакомый Затем стихи начал писать Под впечатлением от происшедшего Поэтому Прочитаю вам еще одно стихотворение На сегодня последнее Это размышление о том Каким же образом Научиться понимать поглубже Происходящее в мире Каким образом поглубже Понять окружающих нас людей Истинные мотивы их речей И поступков Это размышление О мечте многих людей Стать поэтами А также о том Захотят ли они стать поэтами Точно узнав Какой путь Те проделывают К своим стихам Стихотворение называется Если хочешь понять мир поглубже Если хочешь понять мир поглубже То придется шагнуть в пустоту В своего же сознания пропасть И в своей же души глубину Но лишь так Осознав эту бездну Что разверзнуто в нашей душе И познав бесконечность сознания Мы поймем что-то о глубине Только это опасное дело Заблудиться там можно легко Утонуть не успев Стать умелым Да и смелым не став заодно Никому и никто здесь гарантии Предоставить не сможет Друзья Что не вынырнешь ты адресантам Псих больницы Как место жилья Погружаться в опасную бездну Можно Если окрепли мозги Если с миром Страховкой ты связан В виде веры Надежды Любви И неплохо Когда еще рядом Постоянно дежурят врачи Тогда есть небольшая надежда Что родным Жизнь ты не омрачишь И поэтому Если поэтом Ты решил стать на этой земле То ты должен понять Что вот это Обойти не удастся тебе Но из собственных наблюдений Я могу поделиться одним Добровольцев таких путешествий Не видал Не встречал я таких Лишь судьба Мимо воли Немногих Отправляет в опасный поход Тем завидуют люди Кто выжил И оттуда Поэтом пришел На сегодня все Надеюсь Что хоть что-то Затронуло ваши чувства Или пробудило Какие-то мысли Прощаюсь с вами До следующего выпуска Какие мысли посетят меня За это время Сам не знаю Но я честно Их зарифмую И доложу вам В следующий раз До свидания Друзья Субтитры сделал DimaTorzok